Хорошо, и я прошу тебя в энергио-информационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1986 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Да, вижу. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Хорошо, я даю команду. Значит, три. Из ее биополя выходят все голограммы и копии. Если таковы есть чужеродные. Один, два, три. Все выходит и становится рядом. Нет голограммы, нет, только тонкая копия. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем ее с защитной скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Людмилы. Поднимайся в комнату диагностики. Значит, три. Один, два, три. Да, мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем Людмилу. Интересуемся, готова ли Людмила к диагностике. Доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично. И Людмила стоит в сканере. Я даю команду сканеру. Сканер на счет три начинает сканировать все семь тонких тел. Пространство над головой. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел. А значит, у нее бес, два инсектоида, дракон. Дракон. Какой дракон? Синий. Одна, две, три. Две головы. Две синие. Считай цифры над головой. 708. 708. 324. Понятно. Хорошо. Понял. Так, у беса считай цифры над головой. 8. 8, 8 герцовая. И инсектоид. Так. Два инсектоид. Два инсектоида. Нет, у нее три канала. Два инсектоида. Два? Инсектоидом один канал, да, и двое. Но их двое. Понятно. Хорошо, это уже объявляю следующую программу. Сейчас происходит чистка биополя Людмилы. Мы здесь находимся на законных основаниях. Вы, интерференты, находитесь здесь незаконно. Программа сегодня следующая. Сейчас мы отдадим вам все черные энергии. Которые вы ей дали. После этого мы заберем у вас все светлые энергии. Которые вы украли. После этого я дам команду каждому выйти и достать. Что он оставил в биополе. Людмилы. После этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Тот, кто не вытащит или что-то оставит. По ДНК, по каналу я его сожгу 2 миллионами герц. Останется горстка пепла, я ее скину в галактическое ядро. Всем понятно? Да, понятно. Все отвечаете на мои вопросы. Тот, кто будет обманывать, будет моментально, серьезно наказан. Вплоть до сожжения в галактическом ядре. Здесь не шутки. Бес, обращаясь к тебе. Когда ты зашел в это тело? Три. Три года. Опиши ситуацию, когда это было. И как это было. Кухня. На кухне. Из стены вышел. Ты хочешь сказать, у нее в квартире у Людмилы портал, да? Кивает. Сколько портала у нее в квартире? Он двумя пользуется. Он двумя пользуется. Хорошо, Людмила, обратите внимание, у вас в квартире есть порталы. И квартиру я вам рекомендую чистить, потому что эти товарищи имеют свободный вход в квартиру в любое время суток. Хорошо. Бес, скажи мне, есть у Людмилы лярва? Ноги. Ноги. Хорошо. Ты наверняка хочешь ее потом забрать, да? Знаешь, он показывает на спину, вниз. Но это все отдает на ноги. И вот у нее на подошвах на обоих лярвы свежие. Понятно. Значит, на ногах и на спине, да? Да. Хорошо, Бес, будешь со мной кооперировать, я тебе отдам. Ты это понял, да? Да. После чистки. Хорошо. Так, три года. Инзиктоиды. Сколько вы находитесь в этом биополе? Шесть. Оба шесть? Оба. Хорошо. У вас есть инкубатор? Там стоит? Кивает. Хорошо. Я вам дам команду после реверса энергии выйти и забрать. Вы можете забрать все и не оставляйте ничего, ни одного микрона. Все понятно? Да. Хорошо, обращаюсь к синему дракону. Вера, чуть громче говори. Синий дракон, как долго ты находишься в этом теле? Вообще, что ты пришел? Двенадцать лет. Двенадцать лет? С ума сойти. Давай начнем с того, что... Расскажи мне, что... Не, давай перейдем сейчас к реверсу. И пока будет идти реверс, я тебе буду задавать вопросы. Так, все готовы к реверсу? Да, готовы. Переходим к чистке. Хорошо. Все, кто сегодня пройдет проверку, уйдут безболезненно на свою чистоту и могут забрать все, что они с собой принесли. После того, как они мне дадут слово, что они больше никогда в это поле не придут, потому что с этого момента я начинаю его проверять. Это значит, что я могу завтра снова прийти или через неделю, или через месяц. Как только мне, Людмила, сообщить что-то не в порядке, проверьте меня, я, если найду вас, я вас без разговора сожгу в этой клетке. Я не хочу этого делать, но я вас предупреждаю, если вы повторно вернетесь, будет только такой выход из ситуации. Всем понятно? Да, понятно. Все, поехали. И я даю команду тонкой копии Людмилы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы, и в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Людмиле, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Дракону идет темно-синяя энергия, но сидел он, он несколько тел занимает. Зеленое, голубое, синее, фиолетовое, это все его тела. Это желтое, черное идет к инсектоидам. Квалат, ты здесь? Я здесь, Вера. Я слушаю. И красно-черное возвращается. Глубы, да? Бес забрал. Сектоиды забрали. Отлично, хорошо. Дракон забрал. Отлично, хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Людмила забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Людмила себе обратно. И именно она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. От них энергии тут, знаешь, как дым. На цвет вот. Цвета, да? Цвета, да, но они не как полосой такой, а как дым такой возвращается. У всех? У всех. Странно. Такие ее энергии видны. Может быть, конечно, если это ей назад, значит это ее. И вот дракон, он в какие-то сны меня выкидывает постоянно. То есть он постоянно показывает, как темное небо со звездами куда-то туда дальше. Людмила, все эти звезды, которые вы видели в своем сне, это вам показывал дракон. Пожалуйста, люди, не будьте такими легкомысленными, доверять всему, что вы видите. Это надо уметь еще проверять. Дракон, а скажи мне, какие негативные ты ей эмоции давал? Что ты ей давал такого низковибрационного? Именно в поступках ее, в реакции. Скажем, какую реакцию ты вызывал вот так? Ну вот от него идет какое-то, что иногда она делала какие-то поступки или что-то говорила. И сама потом не знала, зачем она это сделала, почему. А, это он был описан за это, да? Понятно. Спонтанное какое-то решение и непонятно, почему это сделала. Хорошо, понятно. А еще? Ну он как-то говорит, что мы с ней срослись и подружились. Дракон. Ну что, ты мне что, серьезно, вот мне эти сказки... Я имею в виду, что многое, что она думала делает, то есть они делали вместе, в свою помощь. То есть ты ей манипулировал, ты хочешь сказать? Это не называется подружились. Дружба – это когда кто-то друг другу помогает, понимаешь? А не сосет у другого ресурсы, ворует их. Вот это... Ну вот он помогал принимать решения, как он говорит. Все неправильные, да? Ты хоть одно правильное решение. Правильные для него. Я говорю, для нее правильно, ты хоть одно решение принял? Нет. Потому что тогда это ей принесет радость, а это не те вибрации, которые ты можешь переварить. Поэтому ты будешь водить ее по лабиринту. Но он говорит, нет, почему? Были разные эмоции. Хоть одну положительную, назови мне случай, что ты сделал для нее. За эти годы сколько ты сидел? А сидел ты не... Сколько ты сидел, кстати? 12 лет, да? Говорит, что много знакомств было. Хорошо. И сколько этих знакомств ей принесло пользу с этими людьми? Научили разному. Слушай, дракон. Как вы говорите, на ошибках учится. Дракон, ты серьезно не понимаешь, куда ты попал, да? Ты мне сейчас рассказываешь, как будто я Людмила. Я чистильщик. Я ангел смерти. Я сейчас в моих руках появляется печать дракона на счет 3. Один, два, три. И включай ее на полную мощность. И дракон получает 150 тысяч герц удар за неправильный ответ. Один, два, три. Удар. Она просит остановить. Убираю. Я тебе в последний раз предупреждаю. Если ты сейчас еще раз позволишь себе разговаривать со мной с тон, таким тоном, как будто я идиот или деребенок, я тебя сожгу здесь. Ты это понял, дракон? Ты 12 лет сосал энергией. Я был нормальный, пока ты не перестал мне лгать. Пока не начал лгать. Я ложь не перевалю. Ты все понял. Итак, я тебя вчера спрашиваю. Сколько из этих людей знакомств ты ей дал? Что значит научили? Что эти люди ей дали? Они могли только негатив дать ей. Потому что ты питаешься негативом. Понимаешь? Я это знаю. Разный опыт. Ладно, разный опыт. Еще раз мне скажешь насчет опыта. Я тебе такой опыт дам. Ты запомнишь его на всю свою драконью жизнь. Ты это понял? Я не посмотрю, что тебе там 708. Я и в 8 тысяч у нас дракон был. На коленях стоял, просил. Хочешь, я тебя сейчас на колени поставлю? Не хотелось. Поэтому веди себя достоинством. Отвечай на вопросы. И не считай окружающих вокруг тебя идиотами. Они отдали энергию. Отдали энергию. Хорошо, поехали дальше. Так. Я даю команду инзиктоиды. Вы там 6 лет сидели. Выходите сейчас. Посмотрите внимательно. Ничего не оставляйте. Ни малейшей жидкости. Ни малейшего ДНК. Ни малейших отходов. Или что-нибудь. Выходите. Как закончите, встаньте в клетку и доложите. Ну, они снимают. Они у нее от низ спины. Они как штырь какой-то достают. С инкубатором. Что-то как откручивают. И выводят оттуда инкубатор. Держится у нее там. Бес, у меня к тебе один вопрос есть. Он кивает. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Тут на Земле есть такие индивидуумы. Но, в принципе, это твои все клиенты. Которые утверждают, что бесы, дети, демоны, демонический мир был создан вместе с рептилоидами. То есть, вы получили что-то от рептилоидов. Ответь мне, как это есть на самом деле? Он говорит, что это не в моем положении рассказывать. Но есть что-то в этом. Не в моей компетенции. Я понимаю. Но есть что-то в этом. Ты можешь хотя бы сказать? Я не спрашиваю детали. Это пустые слова или это что-то есть? Якобы из рептилоидной крови были сделаны демоны. Это правда? Отчасти. Ладно. Хорошо. Благодарю. Хорошо, Вера. Наблюдаем. Что инзиктоиды делают? Сняли все. Все сняли. Хорошо. Так. И я прошу беса выйти сейчас и забрать все, что он оставил в ее биополе полностью. И как он закончит, он может только после этого снять лярву со спины и с ног. Ну, ленты у него, руки-ноги в лентах они раскручивают, он снимает. Угу. Как логотки снимает. Красные. Они устанавливают одно и то же, Вера. Это. Это он лярву растил так. Как, грубо говоря, утеплял что ли, выращивал. Ну, понятно. Чем больше боли, тем больше лярва. Готов он. Хорошо. Все. Он забрал лярвы? Может забирать. Можешь забирать лярвы. Все. Только не оставляй ничего. Готово. Хорошо. Так. И сейчас я даю команду на рассинхронизацию энергии синего дракона, инзиктоида и беса, если осталось какие-то энергии. И на счет 3 начинается рассинхронизация с энергией синего дракона. Синий дракон забирает все свои энергии. Людмила забирает. Ажди забирает до 100% своей энергии назад. Ну, с ними, как невидимая, такая связь разрывается. Ну, там и есть такая невидимая. Возвращается к каждому своему. Розрачная, конечно. Готово. Отлично. Хорошо. И начиная, я подхожу сейчас к Людмиле, кладу руки на плечи и свои энергии мощнейшим ударом 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро на счет 3-1-2-3. И все каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Есть. Хорошо. Так. Они все убрали. И я даю команду. Дракон выйти и вытащит все, что он оставил. В ее биополе. Один, два, три. Дракон выходит. Достает все свои присадки. На беса. Дракона пластины. Ну, конечно. В синем теле. Рассинхронизация. В голове подключики идут. Угу. В верхней части тела все, да? Все в верхней. Да. До сердечной чакры. До сердечной. Там холод шел страшнейший. Но там еще инзи кто здесь сидели? Вынес все. Все. Хорошо. Так. И теперь проводим проверку. Я даю команду. Скэнер начинает сканировать системы тонких тел. Находит все присадки оставшейся энергии на частотах интерферентов. И загорается красная лампочка, если он что-то найдет. Мелкие части на уровне ДНК микроны сжигаются прямо на месте. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать системы тонких тел. Людмилы. Находит все чипы, датчики, импланты. Выстраивает каналы. В случае, если что-то обнаружит. Зеленый. Отлично. Хорошо. Так. Мы закончили с ними. Мы рассинхронизировали их. Теперь каналы мы отключили. Значит, тогда будем отпускать. Хорошо. Бес. Обращаясь к тебе, ты больше в это тело не приходишь. Ты получил, зачем ты был. Поэтому найди себе новое место обитания. Больше не приходи. Если вдруг ты решишь прийти, я тебя накажу. Потому что мы с сегодняшнего дня будем проверять Людмилу. По ее желанию. Понимаешь? Да, он понимает. Хорошо. Забирай все, что ты с собой принес. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывая печатая растворяя и ставь огненную пентаграмму. Есть. Инзиктоиды, вы больше не приходите в это тело никогда. Найдете себе новое место обитания. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3. Инзиктоиды уходят на свою чистоту, забирают все, что они с собой принесли. Закрывая печатая растворяя. Готово. Так, дракон. Ты понял сегодняшний урок? Да, понял. Хорошо. Больше в это тело я тебя не хочу видеть. И поэтому ты мне сейчас дашь свое слово дракона, что ты больше не вернешься в это тело. Я жду. Даю слово дракона. Хорошо. И открывается наверху портал на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Он забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая печатая растворяя. Есть. Отлично. Хорошо. Все. Включаем фиолетовые лучи 500 тысяч герц. И сжигаем все остаточные энергии, которые могли остаться от интерферентов. Все за предел этой комнаты вытесняется. Оставляем лучи включенными. Хорошо. Поехали дальше. И переходим на частоту магическое воздействие. Если таково есть, оно сейчас проявляется. Нет. Хорошо. Переходим на частоту неупокойной бесплотной души. Если таково есть, оно проявляется. Чисто. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. Чисто. Хорошо. Переходим на частоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Эгрегоры есть у нее. Хорошо. Важный момент, Людмила. Обратите внимание. И спрашиваем тонкую копию Людмилы, готова ли она расстаться с эгрегорами. Пусть посмотрит, какие от ненужных ей нужно отключаться. Только энергию сосуд отключается от всех. Абсолютно верно. Для этого эгрегоры созданы, чтобы сосать энергию. И очень мало людей это понимает. Хорошо. И проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров она хочет отключиться, а какие эгрегоры она хочет оставить. И на счет три воссоздает импульс шокового удара, отсекая от себя негативно воздействующий на ее жизнь, здоровье, биополе и эгрегоры. Один готовится, концентрирует два, всю свою энергию. И на счет три отсечет все негативные и ненужные энергии. Один, два, три. Мощнейший удар. Отсекла. Молодец, сама отсекла. Открываем внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. И скидываем все в галактическое ядро, все остатки эгрегоров. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Давай еще проверим, хоть демо без все забрал, но мы проверим, остались эгрегоры. Переходим на чистоту эгрегоры, они подсвечиваются, если есть. Эгрегоров нет, а фантомы подсветились. И фантомы на счет три выходят рядом. Один, два, три становятся. Готово. И открывается портал в галактическое ядро и скидываем эти фантомы. Один, два, три. Пошел сброс. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, мы закончили чистку. Как она выглядит? У нее яркие, как ватные такие энергии. Очень хорошо. Все синхронизировано. Хорошо, у нас еще остались 10 вопросов. Кураторы Людмилы. Сейчас будем вызывать его. И я прошу к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя 1986 года, воплощенной на земле. У нас женщина, на ней черный плащ, черная, с такими большими полями. Мы приветствуем куратора или учителя Людмилы. Представьтесь, пожалуйста, с кем мы имеем честь. Она говорит, я ее проводник. Проводника мы еще не слышали. Мы знаем куратора, мы знаем учителей, проводников. У нас еще не было. А как это? Куратор. Куратор, отлично. Представьтесь, пожалуйста, как вас называть, уважаемый куратор? Лоран, как-то Лоран. Лоран? Лорана. Лорана. Очень красивое имя. Никогда не слышал. Мы приветствуем вас, уважаемая Лорана. Меня зовут Влад. Это Вера перед вами. Мы сегодня производили чистку вашей подопечной Людмилы. Вытащили из нее интерферентов и заправили ее энергиями. И она выразила желание пообщаться со своим куратором или учителем и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Вот она сейчас сняла эту шляпу. Говорит, снимаю шляпу перед вами. Пришло ей время быть осознанной. Пришло время быть осознанной, уважаемая Лорана. Абсолютно верно. Это наша работа. И мы рады ее делать хорошо. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Лорана, мы не имеем никакого отношения к этим вопросам. Я единственное просил не задавать никаких материальных вопросов кураторам и учителям. Не задавать вопросы, как мне поступить в такой ситуации. То есть, когда просят кураторов принять за них решение и так далее. Мы уже сотни кураторов видели, мы просто уже из практики знаем, что кураторы любят, скажем в кавычках, а что они любят. Поэтому я надеюсь, эти вопросы сегодня она составила правильно. Хорошо. Я тогда начинаю с первого вопроса. Если вы готовы. Просто читай. Хорошо. Первый вопрос. Главная миссия, задачи в этом земном воплощении, кроме развития моей души? Нет более важной миссии, кроме развития души. Твоя миссия — нести свет. Мало того, твоя миссия может меняться в зависимости от того, какое решение ты примешь. Много дорог у души. И будущее многогранно. И много вариантов. Благодарю вас. Контракты, которые ты уничтожала, и листки, которые ты рассыпала, это были варианты твоей жизни, которые не пригодились. Благодарю вас, уважаемая Лорана. Если вы закончили, я перехожу ко второму вопросу. Пожалуйста. Второй вопрос состоит из двух вопросов. Какая у меня душа? Имеет в виду космическая или земная? И какой уровень моего высшего «я»? У тебя земная душа. Уровень восьмой. Восьмой уровень. Благодарю вас. Третий вопрос. Что мешает моему духовному развитию? Сомнения мешают. Безусловно. То есть, получается, она не верит в то, что она сигналы получает? Вы это имеете в виду? Чуть-чуть, может, объясните эту тему для нее. Не может развиваться ее, терзает сомнение. Не терзает, она постоянно в сомнениях. Ну, раздваивается. Душа хочет и туда, и туда. То есть, не может определиться, какой вариант выбрать. Правильно я понимаю? Уверенности это не хватает. Она тормозит тебя. А, сама тормозит тебя. Своими сомнениями. Не может выбрать. Не может дать сама себе ответ. А что ей нужно для этого? А что ей нужно для этого, чтобы отбросить эти сомнения? Вера в себя. Вот. Благодарю, Лорана. Именно это слово я хотел услышать. Верить в себя. Тогда не будет сомнений. Если вы закончили, я перехожу туда к четвертому вопросу. Пожалуйста. Четвертый вопрос. Какое количество у меня кармических узлов и сколько осталось? Два. Два. Прошла. Два осталось. Всего четыре. Всего четыре. Два прошла, два осталось. Благодарю вас, уважаемая Лорана. Пятый вопрос. Вот. Мое первое воплощение и самое интересное поучительное воплощение. То есть она хочет узнать свое самое первое воплощение. Наверное, как душа. И какое самое интересное воплощение. Ну, здесь на ваш выбор. Как вы ответите? Все воплощения интересны. Покажу одно. Не пожила долго в первом воплощении. А где и когда это было? Может, страну назовете или года приблизительно. В первом воплощении умерла семилетним ребенком. Я могу сказать, что сегодняшнее воплощение – это седьмое. А какое самое интересное, на ваш взгляд, воплощение? Ну, вот на ваш выбор из семей. Четвертое воплощение. Где и когда оно было? Кем она там была? Мужчина, женщина? Чем занималась? И, может быть, года приблизительно. Египет. А в каких годах? И чем она занималась? Фараоном приближена она была. О, так это очень давно было. Приближенная. Наверное. Приближенная к фараонам. Жрица? Кто может быть приближен к фараонам? Это только могут быть какие-то значимые люди. Или же жены. Нет, не жена. Понял. Хорошо. Значит, это было пару тысяч лет назад, да? Две тысячи точно. Две тысячи точно. Благодарю вас, уважаемая Лорана. Так далеко мы не хотели заглядывать, но это было желание. Шестой вопрос. Это вопрос, к которому, в принципе, вы уже отвечали, но вот они как-то повторяются. Итак, шестой вопрос. Мои яркие сны. Это воображение или они знаковые? Я хочу добавить по предыдущему вопросу. Прошу вас. Она жила во дворце. Фараона. Танцовщица она была. Танцовщица у фараона. Да, но танцы там несли другой смысл. Это называют в нашем языке сейчас язык тела. Да. То есть она была профессионалом высшего уровня, если она могла танцевать перед фараонами. Я понимаю. Через танцы передавала. Передавала месседж свой. Энергии. Энергии передавала. Да. Ух ты, я такого даже не слышал. И такое бывает. Вот это интересно, конечно. Она входила в транс через танцы. И не была месседж фараона. Месседж фараона. Скажите, у нее осталась эта память? Она может как-то еще в этой жизни? Она же, если уже это прошла, где-то отложилась. Если она, конечно, откроется и вспомнит. Она может? Конечно, может. Благодарю вас, Лорана. Очень интересно. Вы закончили? Я могу переходить дальше к вопросу? Седьмой вопрос. Я могу общаться с миром духов, душами, ангелами и архангелами? Вопросительный знак. Там что-то было про сны. А, про сны. Прошу прощения. Да, это шестой вопрос. Я перескочил. Мои яркие сны. Это воображение или они знаковые? Частично. Давайте вспомним. Очень много они были искажены. От дракона. Я только хотел сказать. Мы вытащили дракона, который сидел 12 лет. Он хвалился тем, что его большой заслугой было именно показывать ей эти все полеты. Звезды, планеты и так далее. Все, что он там сам видел. И, возможно, она восприняла это за посыл, так сказать, высших сил к ней. Там есть сердце. Там есть правильный позыв. Но все это обрамлено иллюзией в этих снах. Истолковано неправильно. Очень хороший ответ. Благодарю вас, уважаемая Лорана. Бывает и такое, что мы истолкованы неправильно. Я могу переходить к седьмому вопросу, если вы позволите. Да. Седьмой вопрос. Могу ли я общаться с миром духов, душами, ангелами и архангелами? Можешь. Коротко и ясно. Отлично. Благодарю вас. Это не трудно. Это абсолютно не трудно. У меня учитель архангел Ханиил, поэтому это абсолютно не трудно. Я могу только подтвердить. Хорошо. Переходим тогда к восьмому вопросу, если вы закончили. Принесет ли моей душе необходимое развитие обучения на гипнолога-регрессолога? Опять сомнение. Если ты до этого уже дошла, реши сама. Я, в принципе, объяснял Людмиле, что никто не будет принимать за нее ответственность и принимать решения. Это ее жизнь. Это ее право на ошибки, на опыт. Поэтому принесет или нет развитие, это только вам решать, уважаемая Людмила. Определенный опыт принесет, какой будет зависеть от тебя. То есть, как она разовьется, как она сможет эти способности развивать. То есть, так далеко она и пойдет. Правильно я понимаю? И это тоже. Благодарю вас. Хорошо. Я перехожу туда к девятому вопросу. Какая причина отсутствия у меня детей? Твой выбор. То есть, никаких внешних причин нет, да? Вспомни первую жизнь. Ты умерла в семь лет. Это осталось в твоей генетической памяти. Есть определенный страх иметь детей и потерять их. Это блокирует в твоем сознании. Благодарю вас, уважаемая Лорана. Это очень такой глубокий и серьезный ответ. Такого мы пока еще не слышали от кураторов. Но я такой вопрос еще не задавался. Благодарю вас. У нас были ситуации, когда спрашивали, почему нет детей. Человек просто сам не мог из-за своих вибраций притянуть к себе хороших людей, хороших мужчин. Но ситуация, которая связана с первым рождением, когда она боится, что ее ребенок может во младенчестве, в малом возрасте умереть, блокирует, создает блокаду, реальную блокаду. Такого я, честно говоря, первый раз встречаю. И очень интересно. Благодарю вас. Вы хотите что-то добавить еще или я могу переходить к десятому, последнему вопросу? Переходи. Десятый вопрос состоит традиционно из двух вопросов. Программа и задачи моего рода. И что можно изменить, откорректировать, усилить? Земля, земные энергии помогут твоему роду и лично твоей Душе. А как это понятие? Ей надо заземляться, ей надо на природе проводить время, ей надо эти энергии осознанно через себя пропускать. Энергии Земли, с которыми она может контактировать, через которые она может связываться с родом, и из которых она может получать информацию. А есть ли какие-то программы и задачи у рода? Я, честно говоря, удивлен этим вопросом. Я не знал. Есть души, но род... Не могу говорить за весь род. Я тоже не пойму. Это, в принципе, все разные люди. Вот как это... Я даже не знаю, как вопрос это объяснить. И самому понять. Хорошо. Вы закончили, уважаемая Лорана? Я закончила. Хорошо. Вот тут она дальше пишет. Добавление. Искренне благодарю своего куратора. За эту встречу. За поддержку и его помощь в моей жизни. Благодарю. Пишет. И еще хотела попросить отключить от эгрегоров. И от эгрегоров мы ее уже отключили. То есть благодарность она вам выразила. Я благодарю. Уважаемая Лорана, если вы хотите сейчас что-то передать лично Людмиле, это был бы самый лучший момент. Вы можете это озвучить. Вы можете ей лично на ушко шепнуть. Теперь она знает ваше имя. Она уже может с вами связаться. Вы будете первая, кто ей ответит на позыв. Выходи со мной на связь. Я думаю, что Людмила поймет многое из того, что я сказала. Конечно. Вы знаете все. И она знает то, что... Вернее, все, что она знает, вы знаете. Уважаемая Лорана, у нас есть такая добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, могут оказать себе любой подарок, который бы они хотели с собой взять. И мы это можем материализировать. Все, что угодно. Все, что вам... Мысли, формы, любые продукты, воду, молоко. Если вы жили на земле, я не знаю, может, у вас какие-то остались такие моменты, чтобы вам хотелось бы очень увидеть или пережить еще раз, прочувствовать. Мы это можем для вас сделать. И хотим вам сделать приятно. Что бы вам хотелось получить? Не стесняйтесь. Это очень необычно. Я остановлюсь на простой воде. Хорошо. Давай тогда, Верочка, сделаем самую... Кувшин самой чистой воды, которая есть на земле. Один, два, три. Передай, пожалуйста, это Лоране. Готово. И на счет три появляется в твоих руках наша традиционная корзинка с самыми лучшими ягодами на земле. Один, два, три. И большая корзинка в твоих руках. Передай, пожалуйста, Лоране. Это от нас, от Людмилы и от нас. На добрые воспоминания вам это понравится. Это единственное... Это действительно очень приятно. Мы знали, нам доставляет это не меньшую радость дарить, чем вам получается. Поэтому все хорошо. Мы очень рады, Лорана. Благодарим вас за вашу помощь. Я прощаюсь с вами и не прощаюсь с Людмилой. Абсолютно. И мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего, всего доброго. Благодарим. И рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. Готово. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Людмилы в систему биороба душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok